Здравствуйте, передо мной стоит Максим Арцинович, который является директором ювелирного дома Максимилиан Лондо. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы представляете тему инвестиций в драгоценные металлы. Так что выгоднее, инвестиции в биткоин или в драгоценные металлы по итогу встречи? Ну, во-первых, я всю встречу рассказывал со сцены о том, что мы занимаемся профессионально инвестициями в драгоценные камни и драгоценные металлы. То есть у нас в первую очередь все-таки драгоценные камни. Это бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды. Драгоценные металлы – это золото и платина. Когда мы говорим про инвестиции, например, в металлы, мы не говорим о покупке металлических счетов в банках, потому что умные люди, они знают, что в металлических счетах продано золото через металлические счета в банках ровно в 100 раз больше, чем он физически существует на земле. Мы говорим про именно продажу слитков золота или слитков платина. Весом самым распространенным для инвесторов – это 50, 100, 500 граммов и килограмм. Люди покупают это только ради сохранения капитала и ни для чего другого, так же, как и бриллианты. То есть их закрывают в ячейке в банке и хранят 5, 10, 15, 20 лет для того, чтобы потом, когда кто-то принимает решение уйти на пенсию, чтобы у него была вот эта, так сказать, на черный день кубышка. Ну и мы считаем, что такие инструменты, как бриллианты, ну или драгоценные камни и драгоценные металлы – это традиционный инструмент, который с людьми присутствует уже тысячи лет, еще с времен египетских фараонов, и защищает людей от финансовых и политических рисков, ну инвесторов защищает от финансовых и политических рисков. Что это такое? Это революции, перевороты в стране, да? Ну вспомните, 17-й год, да? То есть, ну как бы, кто убежал, кто смог с собой везти свои камни, ювелирку, да? То есть смог как-то потом на Западе с этим жить, по крайней мере, ну, безбедно, да? Ну, это тот, кому чекисты дали возможность вывезти это все, да? А кто-то заранее все это складывал в ячейках в банке и готовился, да, и понимал, что, ну, если что-то случится, да, то у нас есть на черный день, у нас есть там какой-то запас. Многие эксперты говорят, что инвестиции в драгоценные камни не столько ликвидны. Что вы ответите на данный комментарий? Я отвечу, то я занимаюсь этим профессионально 25 лет. Инвестиции в драгоценные камни ликвидны в том случае, если вы покупаете их по оптовым ценам у дилеров на бирже. Если вы покупаете это в виде ювелирных изделий, то, конечно, они не ликвидны, потому что при продаже вы теряете, ну, больше 70% стоимости. Вот и все. Нужно умно покупать. Вот, в камни нужно вкладывать с умом, понимаете? Надо знать, где, у кого и как покупать, с какими гемологическими сертификатами, какого качества. И последний вопрос. Очень актуальная тема пенсионной реформы и как инвестиции в драгоценные камни могут помочь обезопасить свою старость? Ну, видите, в чем все дело. Я не хочу показаться циничным, но я выступал сегодня для предпринимателей, да. И, в принципе, мой месседж, он обращен больше к состоятельным людям или к богатым людям, да, то есть к так называемым хайнетам. Вот, там, high net worth individuals – это люди, которые зарабатывают от одного миллиона долларов в год. Да, поэтому, так как вот мое выступление обращено к ним, да, то, конечно, люди, ну, мы рекомендуем, там, 2-3% от размера своего состояния вкладывать в драгоценные камни и сохранять это, да, до пенсии. То есть создавать свой собственный пенсионный фонд или, там, 10% от своего годового дохода и делать это на протяжении, там, всей своей активной деловой жизни, там, 20-30 лет, которые ты занимаешься бизнесом, да, работаешь. Вот, все время это складывать, накапливать, накапливать, и потом, там, где-то лет 65, 70, 80, смотря во сколько предприниматель решит уже успокоиться, так сказать, и уйти на пенсию, да, потом открыть свои закрома и с радостью обнаружить, чего там ты насобирал за эти долгие годы своей деловой деятельности, да, карьеры. Но, конечно, это не обращено к тем людям, которые работают в госкомпаниях или работают за зарплату в компаниях, потому что, ну, они платят ипотеки, там, еще что-то, да, и мы так жить не на что многим людям, да, у нас, там, 90% населения России вообще в нищете живет, имеет, там, минимальный прожидочный минимум, да, о чем тут говорить, о каких инвестициях. То есть, поэтому, ну, надо четко понимать, что мой месседж, он обращен к хайнетам, поэтому я не могу в общем говорить о пенсионной реформе, тем более не хочу комментировать то, что правительство России сегодня делает, там, пенсионную реформу правильно, там, неправильно. Я просто очень сильно надеюсь, что меня лично это не коснется, поэтому я свой пенсионный фонд создал еще 15 лет назад, вот, и я себе на пенсию собираю камешки и драгоценные металлы, вот, и я не верю ни в какие акции, облигации, там, еще в какие-то там вещи, вот, я верю в коммерческую недвижимость, вот, и ее покупаю регулярно, потому что верю, что она обеспечит мне достойную старость. Да, но думая о старости с молоду, да, и чем раньше человек начнет формировать свой личный пенсионный фонд, тем лучшая жизнь его ждет, когда ему будет 70, 80, 90 лет. Это все. Это очень интересно. И последний вопрос. В какие именно камни вы рекомендуете инвестировать? Какого цвета? Какой объем? Я рекомендую брать понятный совершенно продукт. Это камни цвета DEF, первый, второй, третий цвет, и это частота AFVS1VS2, то есть, опять же, первая, вторая, третья частота. Это камни, которые сертифицированы только американской лабораторией GIA, Gemological Institute of America, и это камни весом 0,5 до 1 карата, то есть, самые ликвидные на рынке, которые легче всего можно продать, да, вот, все. Спасибо, что уделили нам время, спасибо вам за интервью, было очень интересно. До свидания.